Важно знать, что ноги охлаждаются намного быстрее, чем остальные части тела. И даже такая ерунда может привести к разнообразным заболеваниям, начиная от банальной простуды и заканчивая воспалением хронических процессов. Ведь не зря старинная пословица гласит «держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Последствия переохлаждения нижних конечностей – это ОРЗ, подчёркиваю, ОРЗ, а не ОРВИ, это остро-респираторное заболевание, простуда, обострение заболеваний почек, пилонефрит. Это обострение или воспаление цистита, это мочевого пузыря. У мужчин простатит, это заболевание предстательной железы. Это у женщин воспаление придатков, это обострение герпесной инфекции, потому что у нас идёт переохлаждение как периферии, то есть конечностей, так и общее переохлаждение. Обострение артрита может быть также. Особенно осторожным надо быть женщинам с диагнозом хронический цистит. Чтобы он не обострился, избегайте промокания, переохлаждения, а также простуды и вирусных заболеваний. У мужчин воспаление идёт и простата, такой орган, который очень тоже реагирует на разные изменения погоды. Особенно, когда человек замерзает. Довольно часто у них появляются разные формы простатита. Они, в принципе, редко, когда идёт речь о остром каком-то простатите, есть и такие, но они, большинство мужчин протекают так, галотекущий процесс. Поэтому, если появляются какие-то симптомы, как расстройство мочи и скани, как у женщин, так и у мужчин, там часто болевые ощущения в области поясницы, в области нижней части живота, конечно, было бы неплохо обратиться к своевременному врачу, потому что те же циститы, если не лечить их вовремя, восходящим путём эта инфекция может подняться и на почки, вызвать эпилонефрит и так далее. Если вы всё же промочили ноги, в первую очередь снимите обувь. Очень важно отдельно высушить истельки. Ноги тем временем вытереть насухо и растереть, а затем надеть тёплые носки. После всех процедур необходимо выпить горячий чай. Если у нас нет возможности на работе принять тёплую ванну ножную, мы на работе делаем тёплые ручные ванночки, то есть руки заснули под струю тёплой воды, подержать минут 5-10. Для чего? Это рефлекторно расширяет засуды и нижние конечности. Чтобы предостеречь себя от промокания ног, уже давно человечеством были придуманы резиновые сапоги. И если раньше при их упоминании нам представлялись бабушки на галоши, то сейчас это модный аксессуар. Дизайнеры на сегодняшний день от самых недорогих и средних до люксовых предлагают огромный выбор резиновых сапог. От базовых цветов до ярких пёстрых расцветок. И это действительно очень оригинальная деталь гардероба, которая привнесёт изюминку абсолютно в любой образ. Перебарщивать, конечно, с ними тоже не стоит. Как говорят врачи, долгое нахождение в резиновой обуви ни к чему хорошему не приведёт. Так что запасайтесь модными сапогами, но всегда при себе имейте им смену. Спасибо.